Театр Жастар открыл 15 сезон постановкой Талаптапа Ахмеджанова «Нашел, влюбился, потерял». Режиссер-постановщик мюзикла, повествующего о любовных перипетиях, заслуженный деятель Республики Казахстан Нурканаджа Кабай. Это один из значимых спектаклей в нашем репертуаре, поэтому мы решили открыть 15 сезон именно этой постановкой. С мюзиклом «Нашел, влюбился, потерял» мы несколько раз выезжали на гастроли, в том числе получали призовые места на престижных фестивалях. Кроме того, сейчас видеозапись этого спектакля просят прислать в Корею и Турцию. По словам директора театра, состав коллектива пополнился новыми артистами и режиссерами, поэтому в очередном сезоне столичных зрителей ждет множество сюрпризов. Среди них есть и уже полюбившиеся постановки, и премьеры. Череду премьерных спектаклей открывает пьеса молодого драматурга «Калганата Мурата. Свидетель». Стоит отметить, в психологической драме будут играть только пять актеров, которые сейчас оттачивают мастерство в репетиционных залах. Кроме того, 15 сезон мы хотим начать с хорошей новости. В этом году у нас при театре открывается инклюзивный отдел. Это уникальный театр, где будут работать люди с ограниченными возможностями. Такого проекта в Казахстане еще не было. Думаем, что в дальнейшем такие театры должны создаваться в каждом городе. «Окрыленные» – так будет называться новый состав. Официальное открытие театра запланировано на середину октября. Новый выпуск проекта «Эрмитаж онлайн» посвящен старейшему зданию музейного комплекса. Это официальная резиденция Петра Первого. Она располагалась на территории, которую ныне занимает Эрмитажный театр. В сохранившейся части дворца разместилась мемориальная экспозиция, посвященная Петру Великому и его эпохе. В комнатах Петра Первого воссоздана обстановка, включающая подлинные предметы, принадлежавшие императору. Здесь экспонируется так называемая «восковая персона» – посмертный скульптурный портрет Петра Первого. Заведующий сектором «Зимний дворец Петра Первого» Сергей Алексеевич Нилов рассказал об археологических раскопках, в ходе которых был обнаружен дворец. Зрители могут узнать об истории строительства дворца, а также об интересах, вкусах и привычках Петра Великого. В Игмархоле состоялся концерт виолончелистки Алисы Валерштайн. В программу вечера вошли произведения Югана Себастьяна Баха. Алиса Валерштайн выступает на крупнейших музыкальных фестивалях по всему миру, постоянно сотрудничает с симфоническим оркестром имени Симона Боливара и образовательной программой поддержки детских и молодежных оркестров «Эль Система» в Венесуэле. В 15-летнем возрасте она впервые выступила на сцене Карнеги Холла с молодежным симфоническим оркестром Нью-Йорка. В 2008-м была награждена премия Мартина Сегала, учрежденная Линкольн-центром. А в 2006-м стала лауреатом премии Леонардо Бернстайна. Среди ярких моментов творческого пути Алиса Валерштайн выступление в Белом доме для президента Барака Обамы и первой леди США Мишель Обамы. В Алматы казахская государственная филармония имени Жамбыла подготовила годовой абонемент нового концертного сезона для школьников. В него войдут пять концертов Государственного симфонического оркестра Республики Казахстан. Коллектив исполнит произведения композиторов разных стран и эпох, чтобы пробудить интерес к классической музыке у подрастающего поколения. Мы будем подбирать музыку из классического репертуара. Самая популярная музыка будет звучать для детей. И расскажем об истории композиторов, о классической музыке, о симфоническом оркестре. Цель и задача, я думаю, воспитания молодого поколения, ознакомить их с классической музыкой, с нашей филармонией, можно сказать, чтобы они знали, где находится, что такое концертный зал, что такое симфонический оркестр, сцена. Абонемент для школьников был возрожден в 2013 году после 20-летнего перерыва. Концерты будут проходить каждое воскресенье с ноября текущего по май следующего года в форме диалога, чтобы завоевать интересы и расположение детско-юношеской аудитории. Беседы о музыке проведет актриса, лауреат международных конкурсов Лариса Каратиченко. А сейчас мы расскажем вам о некоторых событиях ближайших дней. 18 сентября в Театре «Астана-балет» пройдет постановка «Легенда о любви». В Театре студии «Оркен» 18 сентября артисты представят спектакль «Любовница». 18 сентября Карагандинский академический театр музыкальной комедии готовит постановку «Труфальдина». Продолжение следует...